Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Алина Тилова и в начале нашего выпуска коротко о главном. Богословы повышают квалификацию. В Нальчике открылся трехдневный семинар для сельских имамов республики. Предупредить и обезопасить. Пожарные и газовики провели рейд в столице республики. В честь Константина Эфендиева в Нальчике состоялся турнир по дзюдо, посвященный 90-летию заслуженного работника культуры. 2671 рубль 11 копеек. Такова средняя стоимость минимального набора продуктов питания в Кабардино-Балкарии в октябре. Об этом сообщает Кабардино-Балкария Стат. По данным ведомства, это самый низкий показатель по Северокавказскому округу. К слову, в Чечне набор продуктов обходится почти в 3 150 рублей. Кроме того, в октябре снизились цены на ряд товаров ежедневного пользования. В частности, сахар подешевел на 5%, отмечает Кабардино-Балкария Стат. С начала следующего года тарифы на услуги ЖКХ не изменятся. Об этом заявили в профильном госкомитете республики. Как было отмечено, государство продолжит курс на сдерживание роста платежей на энерго- и теплоносители для жителей страны. Цены на коммунальные услуги повысятся лишь к середине будущего года. Правительство России уже распространило по регионам предельные индексы. По Кабардино-Балкарии в среднем увеличение составит не более 8%. У нас тарифы остаются без изменений с 1 января по 30 июня. И с 1 июля до 31 декабря уже будут с определенным ростом. На тепло 108%, то есть увеличение будет на 8%. Это в среднем по республике 112,8% будет по воде и водоотведению. Газ будет установлен в середине уже 2015 года. Если плата граждан будет превышать 15% от их дохода, они могут обратиться в Министерство труда и социальной защиты и оформить себе субсидии. На возврат? Да, на возврат излишне заплаченных денег за коммунальные услуги. В республике состоялся очередной рейд газовиков. Участие в нем приняли пожарные, представители администрации города. Проверяли соблюдение правил пользования газовым оборудованием в жилых домах. С подробностями наш специальный корреспондент Наталья Булат. В 159-й дом по Нордкалинскому шоссе Водиюхе пожарные приехали не случайно. От одного из жителей поступила жалоба. Соседи пользуются газовой плитой. По техническим характеристикам использование голубого топлива в этом доме не предусмотрено. Здесь непосредственно эксплуатируются электрические плиты. Здесь не предусмотрена система дымоудаления. И в связи с этим газовые баллоны эксплуатируют прямо внутри помещения. На них еще и готовят. В случае утечки газа и любого очага возгорания может вспыхнуть пожар. Один из баллонов участники рейда обнаружили прямо в коридоре. Пенсионерка Мокова. То, что вещь ее не скрывала. Баллон, который там стоит, это ваша, да, получается? Ваша. В прошлом году я вам же предписание давала, что нельзя. Нераздо. Долгое время дом значился в документах как общежитие. Два года назад его перевели в статус жилого. Хозяева стали полноправными владельцами своих квадратных метров. Здание отремонтировали, заменили электропроводку. В каждую квартиру закупили по электроплите. Статус изменился, говорят пожарные. Привычки остались. Коридоры по-прежнему завалены вещами. Запасные выходы закрыты. Это является эвакуационным выходом. Так что в случае возгорания люди просто не смогут с этажа эвакуироваться. В прошлом году жильцам дважды выносили предписание о запрете пользования газовыми баллонами. Сотрудники профильных служб постоянно ведут профилактическую разъяснительную работу. Предупреждаем, предписание даем, а потом уже при повторном с МЧС-никами приходим. Как бы протокол они составляют. После этого уже после предупреждения, после предписания уже по протоколу, как положено, штрафы. Штраф за нарушение правил пользования газовым оборудованием для населения составляет от одной до полутора тысяч рублей. Несколько дней назад из-за взрыва бытового газа в Хабаровске погибла женщина. Ранее в Липецкой области по тем же причинам скончались три человека. 12 квартир было повреждено. В одном из домов Перми произошло частичное обрушение перекрытия между вторым и третьим этажами. Во время проведения рейда большинство квартир для пожарных Кабардино-Балкарии так и остались закрытыми. То ли жильцов действительно не было, то ли открывать не хотели. Наталья Булатаза, Маттабуха, Вести, Кабардино-Балкаря. На полях республики идет сев азимых. По данным Минсельхоза КБР, прогнозируемая площадь посевов под урожай 2015 года составляет 70 тысяч гектаров. Это больше прошлогодних показателей, отмечают ведомства. На сегодня семена заложены на площади 49 тысяч гектаров. Из них азимой пшеницей занято более 35 тысяч и ячменем порядка 9. Также продолжается подъем зяби. Пахотные работы проведены на площади около 84 тысяч гектаров. Благодаря господдержке аграрного сектора земледельцы обеспечены необходимой техникой, высокоэффективным семенным материалом и горюче-смазочными материалами. Центральный архив и управление кадров Минобороны формирует именную базу неврученных наград героям Великой Отечественной. Открыто и начала работать специальная электронная база данных, где можно навести предварительные справки о медалях и орденах, не нашедших адресата. Поручение организовать работу по поиску неизвестных героев войны 41-45 годов, обнародованию их имен и вручению им или их семьям затерявшихся наград, дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Оргкомитета Победа. Как информируют в Центральном архиве Минобороны, в весне следующего юбилейного года появится выверенный список на 100 тысяч награжденных, которые не получили своих орденов и медалей. Всего же неизвестных героев может оказаться больше 400 тысяч. В общей картотеке сегодня числятся неврученными 55 тысяч орденов Красного Знамени и свыше 6 тысяч орденов Ленина. Еще больше орденов Славы, Красной Звезды и Отечественной войны. В Минобороны отмечают, что теперь по вопросам поиска героев войны и их наградных дел можно обратиться не только на сайт Центрального архива, но и в электронную базу данных подвигнарода.ру. Вести Кабардино-Балкария продолжает цикл материалов, приуроченных к 70-летию Великой Победы. Герой нашего сегодняшнего сюжета – Магомед Хачуев. На войну он попал, когда ему едва исполнилось 17 лет. Своими воспоминаниями ветеран поделился с нашим корреспондентом, рассказывает Карина Аванесова. Люди обнимались, целовались, плакали, и радости, и слезы, и все. Таким сохранился в памяти День Победы. В мае 45-го Магомед Хачуев встретил его в Москве. Но вместе с тем, говорит, перед глазами вновь и вновь ужасы той войны. Фронтовой путь начал в 42-м, под Ленинградом. Воевал в воздушно-десантных войсках. Затем возглавлял разведгруппу. Прошел огненную Курскую дугу. Были такие моменты, когда от усталости остановили весны и немцы. Чуть ли не глядя, друг в друга глаза не стреляли. Ни они, ни мы, видимо, и они были в таком состоянии. Немножко переодохнув, потом начинали снова. Смертью не раз приходилось смотреть в лицо, рассказывает Хачуев. В 43-м был ранен. Эвакуировали в Архангельскую область, где после выздоровления прошел курсы саперов. Дальше защищал уже северные рубежи страны. Время ночи, там, в Сатьяна, все время дует ветер такой пронизывающий. Одевались очень тепло, шубы там, плотные брюки и все там. Ну, ощущение такое было, как будто стоишь совсем голый. Так пронизывал ветер холодный. С боями прошел Финляндию и Норвегию и весной 45-го прибыл в столицу страны. Но на этом испытания не завершились. Никаких вестей из дома не получал около двух лет. И только после войны узнал о страшной трагедии своего народа. Балкарцы были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. Это очень вспоминает. Взять семьи никто не остался. У нас семь человек было семьи. Один братишка только остался в живых. Так вот получил нас радость победы. Удалось пережить и этот удар. Уже в Алма-Ате окончил сельскохозяйственный институт. Работал в колхозе, в том числе главным инженером. Создал семью и воспитал семерых детей. В 77-м вернулся на родину и продолжил трудовую деятельность. Несмотря на преклонный возраст, сегодня Магомеду Хачиеву 91 год, с удовольствием занимается домашним хозяйством и общается с близкими. Карина Аванесова, Сеят Бетуганова, Игорь Мигулин. Вести Кабардино-Балкария. В Северокавказском Исламском университете имени Абу Ханифы сегодня начался трехдневный семинар для сельских имамов республики. Занятия ведут преподаватели вуза и специалисты департамента по делам молодежи Миноборнауки КБР. Открывая курсы повышения квалификации, муфтир Кабардино-Балкарии Хазриталит Засежев подчеркнул, что имамы должны уметь вести за собой молодежь, а духовными лидерами могут стать лишь те, кто умеет четко и аргументированно излагать постулаты традиционного ислама. Потому так важны подобные встречи. Первостепенной задачей религиозного работника имама является духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. И мы с вами отвечаем за то, чтобы молодежь, которая исповедует, молодежь, которая приходит сегодня в религию, она на самом деле постевала ценности этой нашей религией, ценности ислама. В том виде, в котором его принес нам пророк Мухаммад, от Всевышнего Аллаха. Добавлю, что в прежнем здании университета семинары для имамов проходили всего раз в году, во время студенческих каникул. Теперь же лекции станут регулярными, отмечают в ВУЗе. Вопросы социально-правовой адаптации сирийских беженцев обсудили накануне в Нальчике. В семинаре приняли участие представители Минтруда, Миноборнауки, Миграционные службы, члены общественных организаций. В повестке дня около 10 вопросов. Среди них реализация федерального законодательства в отношении соотечественников, программа содействия их переселению и получения вида на жительство. Участники встречи отметили, зачастую из-за незнания российских законов. Репатриаты не могут оформить необходимые документы, что препятствует их трудоустройству и получению соцуслуг. Осложняет ситуацию и языковой барьер. В этом году более полусотни человек прошли обучение русскому языку, что в два раза больше ранее запланированного. В 2015-м эту работу решено продолжить. Рекомендации по всем поднятым вопросам будут переданы на рассмотрение в специальную правительственную комиссию. Республиканское управление Минюста проводит сегодня акцию по предоставлению бесплатных юридических консультаций. Приурочили ее к Всероссийскому дню правовой помощи детям, который отмечается 20 ноября. Специалисты консультируют по вопросам социальной и правовой защиты детей, в том числе оставшихся без попечения родителей, сирот и с ограниченными возможностями здоровья. Как отметили в ведомстве, аналогичные пункты оказания бесплатной правовой помощи сегодня работают в администрациях городов и районов республики. С начала года это уже третья подобная акция. В основном обращаются по вопросам усыновления. Кроме того, управление совместно с представителями социальных служб регулярно проводит консультации в школах-интернатах. В управлении Минюста работает также телефон горячей линии. Номер вы сейчас видите на экране. Продлится акция до шести вечера. В спорткомплексе Кабардино-Балкарского госуниверситета прошел республиканский турнир по дзюдо среди юношей, посвященный 90-летию заслуженного работника культуры РСФСР Константина Эфендиева. В состязаниях приняли участие около двухсот человек. Соревновались спортсмены из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаева-Черкесии. Тему продолжит Инна Богатырева. Спортивный турнир вписался в череду торжеств, посвященных 90-летию видного государственного и общественного деятеля Константина Эфендиева. Четверть века возглавлял Министерство культуры Республики. Благодаря его усилиям отрасль достигла небывалого развития. Низкий поклон за ту работу, которую вы делали все эти годы. И продолжайте это делать. Зерна, которые вы тогда посадили, они дают свои результаты. И это сегодня очевидно. В системе образования и педагогики не было бы такого толчка, если бы учителя физкультуры и тренеры педагогии не работали так, как это не умеют сегодня делать. Образование, культура и спорт идут рука об руку, продолжил Асланбек Хуштов, министр спорта КБР. Сегодняшние достижения молодых спортсменов – яркий тому пример. Сам юбиляр поблагодарил за внимание и рассказал о своих секретах долголетия. В свои довольно старые годы я каждое утро полтора часа посвящаю силовой гимнастике из 13 упражнений. Одним словом, жалеть свой организм нельзя. Надо заставлять его, эксплуатировать его основания. Тогда игра будет работать лучше. После небольшой концертной программы приступили к состязаниям. Кто лучше, выясняли около 200 спортсменов из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаева-Черкесии. В итоге победу одержали осетинские дюдаисты Серебро. У сборной Кабардино-Балкарского госуниверситета третье место поделили командой из Нальчика и Черкеска. Инна Богатырева, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария. К этому часу у меня все. До встречи в 17.10. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова